После баланса 3.0 многих стал интересовать вопрос, что же стало с моими премчиками, ну а в частности самые вкусные премиумные 10 ОБТшки, которые доставались потом и кровью из боевого пути. И вот наконец у меня добрались руки, я на стриме протестировал все премиумные ОБТшки 10 уровня и готов поделиться своими впечатлениями, что же с ними произошло. В целом могу сказать, что большинство из них осталось в порядке, некоторые не особо-то и изменились, но есть троица, которые определенно пострадали от этого баланса 3.0. Ну и начнем мы с КТТБ, с того самого Катаба, давайте сразу определимся, да, лично меня он всегда раздражал, ладно не всегда, когда появился я от него кайфовал, но потом, когда я начал по 5 Катабов в противоположной команде видеть, которые своими дуплетами отправляли тебя постоянно в ангар, я начал его злостно ненавидеть. И у меня отношение к нему сейчас такое же, и лично мне насрать на Катаба, что с ним сделали, понерфили, классно, мне на него плевать. Но, опять же, будем объективны, я все-таки как стример, да, еще и к оценке танков обычно подхожу именно с точки зрения объективности, ну, условной объективности, да, насколько это возможно. Насколько этот танк себя хорошо или плохо показывает в рамках этого уровня. И Катаба, конечно, очень жестко опустили, если сравнивать его с остальными танками. В целом, броня у него осталась такая же, не вопрос, там та же самая полосочка зеленая, которую выцеливать не самая простая задача, с подвижностью вроде бы тоже без изменений, но были изменения по вооружению. Уже, наверное, в очередной раз, да, ему решили изменить перезарядку, скорость перезарядки. И теперь, если раньше это было 10 секунд на один снаряд, то теперь это 13 секунд. И, наверное, если бы это произошло в предыдущем обновлении, я бы сказал, ну, в принципе, ну, пойдет 13 секунд, да, как бы немало, но пойдет. Но, учитывая то, что в балансе 3.0 всем танкам, наоборот, эту перезарядку уменьшили, увеличение на 3 секунды у Катаба выглядит просто жесть. 13 секунд, два снаряда, два снаряда с альфой 855, у него перезаряжаются 26 секунд, это почти полминуты. Полминуты, серьезно? И это у меня, да, со всеми там модулями, улучшениями, там, все, что можно было, короче, вкачать на то, чтобы побыстрее перезаряжаться. Ну, ладно, может быть, я Дугласа не поставил. Если поставить Дугласа, то немножечко будет меньше перезарядка. Ну, в общем, 13 секунд, серьезно? Я немножко подофигел. Ну, то есть, для сравнения вам, да, Ликлерк, у которого такая же альфа, перезаряжает один снаряд за 6,5 секунд. Этот парень перезаряжается за 2 раза больше. Собственно, ровно в 2 раза больше. Это выглядит очень странно, конечно, и в новом балансе такая перезарядка выглядит, ну, крайне уныло. 5500, 5500 его теперь ДПМ, и это худший ДПМ на этом уровне среди ОБТ. С одной стороны, я понимаю, что разработчики все еще как-то стараются сбалансировать его, компенсировать то, что он этими дуплетами умеет стрелять. Но мне опять же кажется, все так же, что они подошли к этому вопросу опять не с той стороны. Ну, то есть, здесь и так, да, кривая пушка, долгое время сведения, и вот тебе еще и по 13 секунд перезаряжайся. Вот тут уже даже для меня, да, не любителя Катаба, кажется, что тут они переборщили. По сути, они могли просто на фоне, наоборот, уменьшения перезарядки у других танков, просто у Катаба оставить те же 10 секунд, и я думаю, это было бы нормально, да. 10 секунд, да, это долго, но у тебя дуплеты, но 13 секунд. Едем дальше, у нас на очереди Мистер Самое Большое и Зеленое НЛД. Армата 152 миллиметра. Этот танк тоже многие брали за немалые бабосики, да. И поэтому, конечно, очень странно мне было увидеть, что на фоне, вроде бы как, наоборот, улучшения бронирования в балансе 3.0 у ОБТ, Арматка внезапно стала еще более картонная, чем была. И тут у меня, да, внезапно вопрос. А почему? Как бы, почему Армата? Ну, то есть, реально, если посмотреть, у Арматы Самое Большое Зеленое НЛД. Оно больше, чем у Леклерков и Леопардов теперь внезапно. Хотя, наоборот, всегда было, да, у Арматки все нормально было с бронированием. Ну, то есть, не сказать, что он был какой-то супер бронированный, но и не сказать, что там было такое настолько большое, да, и зеленое НЛД. Причем оно равнозначно, что для Птуров, что для ББшек. Примерно такое же, да. Ну, это, как бы, мне кажется, как-то очень странно. Опять же, в целом, Арматку, если использовать с усиленным КАЗом, как я это обычно делаю, то, ну, эти неприятности, конечно, балансируются, компенсируются. Но, с другой стороны, опять же, ну, все равно непонятно, за что, как бы, за что Арматку. Сделайте у него обычное, стандартное НЛД, немного, хотя бы, поменьше, чем оно сейчас. И, в целом, будет нормально. Ну, или за счет того, что в НЛДшке, там, у всех Советов есть такие определенные места, да, красные или оранжевые, да, вот их немножко более выраженными сделать, чтобы они нет-нет танковали. И тогда будет еще норм. Но, на данный момент, я считаю, что Арматка тоже по броне что-то слишком пострадала. Было бы неплохо ее подзашить. Ну, и, наконец, Объект 490, Крепость, тот самый-самый-самый крепкий танк, еще с предыдущего обновления, самый танкующий, и т.д. и т.п., внезапно перестал таким быть. НЛД у него абсолютно изменилось. Если до этого большая часть НЛД, она была такой, очень труднопробиваемой, если ты еще правильно подставлял, там, углы, все дела, то тебя туда с низким пробоем вообще могли не пробивать под хорошим углом. Сейчас же есть просто тупо полосочка зеленая внизу, которая пробивается, в общем, без вообще каких-либо проблем, всеми на этом уровне. Даже Меркавка со своим 800 пробоем с доворотами шваляет тебя туда без особых усилий. И в целом, вроде как, НЛД-то небольшое. Ну, то есть, полосочка там стала небольшая. Но попадая туда почему-то просто вот каждым выстрелом абсолютно все. Против ПТУРов тоже ситуация изменилась, но здесь я абсолютно согласен. Раньше 490-го объекта ПТУРами вообще нельзя было в лоб пробить. Вообще там не было мест. И сейчас там та же самая нижняя полосочка НЛД. В порядке. Все правильно. Согласен. Но вот что произошло с бортами этого танка, тоже непонятно. Раньше он хорошо мог под хорошими такими острыми углами, такими серьезными, подставляться, да, громбом выставляться. И там только дальняя часть моторная там начинала зеленеть. Сейчас начинаешь доворачивать, и у тебя мало того, что весь борт зеленый. У тебя еще и эта полочка надгусеничная тоже становится зеленой. Там вообще местами 500 миллиметров. Боже, что это? Я посмотрел на это и был в шоке. Особенно и БФС, и туда теперь замечательно под острыми, острыми углами. Да, прям хорошо так прям залетают. В общем, сделали из него вместо неприступной крепости легко доступную какую-то уже даму. Хотя, опять же, хпшки здесь не так много. Это 3000, да, всего. Это очень мало для этого уровня. И как раз таки за счет брони он и тащил. А когда его подрошили, он стал уже как-то не очень. По итогу хочу сказать, что единственный момент, да, чем могу вас успокоить, у кого есть эти танки, то, что все-таки баланс 3.0 только появился. И нужно понимать, что некоторые танки еще вполне возможно изменятся. И в том числе, я по крайней мере надеюсь на то, что разработчики обратят внимание на эти три танка и немножечко их допилят, что называется. И тогда они будут хорошо вписываться в тот баланс, который у нас сейчас назрел, а именно баланс 3.0. На этом у меня все. Не забываем ставить лайкосы, подписываемся на канал и увидимся в новом видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok